Поняла, спасибо большое в последнее время гильдии искателей приключений за... вали над делами. Да не переживай, мы всегда ценили силу искателей приключений, в нынешних условиях важно, чтобы мы все работали вместе. Поскольку у нас общий противник, я отправлю тебе информацию, которую мы собрали в бездне, а потом обсудим, как скоординировать наши действия. Хорошо, спасибо. Да, сюжетка, наконец-то. Привет, Катерина, мы пришли, есть новые поручения. Вы как раз вовремя, у меня отличные новости. Импира Архонт собрала свои войска и разместила их по всему-то на плану. С учетом того, что активность бездны возросла, мы больше не можем позволить себе реагировать в последний момент, когда вторжение уже началось. Импира Архонт предложила, чтобы потомки кронгильдии искателей приключений сосредоточились на сборе и передаче разведданных. Это поможет нам быть в курсе всего, что происходит. Кто только получ... А, как только получим новости о передвижении противника, сразу сообщим ближайшему лагерю, чтобы солдаты могли быстро отреагировать. Это ускорит реагирование. Именно. Это также позволит нам сосредоточиться на сборе информации, а не разрываться на все стороны. Так что воспользуйтесь возможностью отдохнуть, вы отлично поработали, пора немного перевести дух. Вот оно что, отлично, наконец-то можно передохнуть, но угроза бездны еще не миновала. А, Пайман это знает. И нет, Пайман не собирается без дела валяться здесь целую вечность. Бездна всегда была непредсказуемой. Бывали времена, когда ее сила резко возрастала. Здесь такое воспринимают как стихийное бедствие. Как только буря стихает, люди возвращаются к обычной жизни, и мы все надеемся, что это произойдет как можно скорее. Ай, точно, большинство даже не представляет, насколько все плохо в царстве ночи. Я тоже надеюсь, что скоро настанет мир. Да, это же Макси Плей Пайман, и приветики. Ах, привет, Качина, тебе уже лучше. Не время бездельничать, хочется хоть чему-то помочь, чем-то. Я слышала, что Первый Архон собирает воинов для защиты отдаленных мест, так что я пришла записаться на отлично, Качина. Не думайте, что я не узнаю, сколько времени вы уже сделали все трудности изо всех сил, и мне тоже нужно ввести свой вклад. Ах, что-то я не то прочитал, ладно. Кстати, Шилонен сказала, что ей поручили выковать себе древнее имя. Но она сказала, что все готово, и мы можем прийти в любое время. О, Гошеньки, наконец-то мы встретимся с Шилонен. Легендарный кузнец древних имен. Файмон до сих пор не верит, что кто-то вообще может ковать что-то подобное. Шилонен настоящий мастер. Она может не только ковать древние имена, но и придумывать всякие интересные штуки. У нее всегда много заказов, поэтому обычно приходится ждать, пока она что-то сделает. Но ради тебя она освободила свой график, чтобы сосредоточиться на твоем имени. Тогда обязательно поблагодарим ее, когда встретимся. Ну, я уже записалась в ряды воинов, теперь остается только ждать задания. Если вы не против, давайте вместе сходим с Шилонен. Она же меня не прогонится, ну, по крайней мере, я надеюсь. Эй, Качина, поверь в себя. Ты ведь победительница войн ночных дозорных. Все тобой гордятся. Хотя, может, мне лучше найти какую-нибудь дыру в земле и не высовываться. За дымом и зеркалами. Том 5 глава 3. Так, отправляемся к Шилонен, ребят. Я не знаю, кто это. Походу, новый персонаж. Ой. Так, ясно. Хвост лучше. Леопард, да? Гепард, лепард. Как я не различаю на самом деле. Шилонен я привела ту, кому нужно древнее имя. Она потрясающая. Я уже многому... Многому. И у нее научилась. Могу поручиться, что она достойна героического имени. Да, я слышала. Так, молодая. Уже успели проявить себя. Глаза-то какие. Подождите, вы чужеземцы? Да, мы путешественники. Недавно прибыли в Натлан. Нет, я знала, что вы путешественники, но никто не говорил, что вы чужеземцы. Что, пироархон тебе не сказала? Нет, она только упомянула, что к реализации плана присоединилась новая героиня. Но ей нужно будет выковать древнее имя, чтобы она могла вернуться живой и невредимой. Она упомянула, что выковать древнее имя будет непросто. Тогда я подумала, что она не доверяет моему мастерству. Теперь я, кажется, понимаю в нем, в чем настоящая сложность. А ты что, расстроена? Ну, не слишком. Я уже привыкла к таким сюрпризам. Мне лишь нужно немного времени, чтобы все обдумать и успокоиться. Пироархон всегда ставила сложные задачи, и мы часто спорили. Возможно, даже к лучшему, что она не сказала об этом сразу. В любом случае, нет смысла спорить с ней, если ее здесь нет. Злиться на кого-то тоже бессмысленно. Но хоть я понимаю ее логику, мне все равно неприятно. Но она ведь наверняка знала, что выковать древнее имя для чужеземца невозможно. Что? Это действительно невозможно. Древнее имя — это символ духа и славы героя, которое становится более значимым с каждым новым поколением. Мы создаем древние имена, запечатлевая подвиги первого носителя этого имени. У меня достаточно заслуг, вообще-то. Да, я видел множество подвигов в их дневнике приключений, кажется, им все по плечу. Ну, а все это было за пределами Натлана, верно? Да, так и есть. Значит, эти подвиги не были зафиксированы в Царстве Ночи. И даже если бы и были, то как подвиги чужеземцев? Их не признали бы на наших землях. Только воспоминания и опыт, признанный вайоб, могут служить основой древнего имени. Даже самые искусные мастерани, мастер не может создать что-то из ничего. Таковы правила. Кажется, вайобы не слишком-то спешат раздавать имена, кому попало. А Мууика из всех должна была лучше всех понимать сложности. Но все равно доверила эту задачу мне. Паймон понимает, что никому не хочется браться за что-то невыполнимое. Почему мне кажется, что это уже случалось? В прошлый раз Шиланет просто бегала кругами по холмам. Не напоминай, лучше подумай, как нам это провернуть. Сделать невозможное возможным. Подожди, ты уже готова взяться за это? На что мне остается? Все уже произошло, и я не могу игнорировать приказ Архонта. Но если она отдала этот приказ, значит считает, что древнее имя ключевая часть плана, и что я смогу это сделать. То есть этот приказ признания моих способностей. Ух ты, она не только согласилась, но еще и нашла в этом плюсы. Может, они с Архонтом очень доверяют друг другу? Да, давайте подумаем, как это сделать. Если не получится, всегда можно вернуться и поговорить с Пиро Архонтом. Верно? Главное, чтобы Войоб как-то признала существование путешественницы и зафиксировала ее героические подвиги. Мы слышали голос Войоб, когда были в царстве ночи, мы даже говорили с ней. Если сможем поговорить с ней еще раз, может, найдем решение. Кажется в племени своя, Войоб. Как мы узнаем, что говорили с нужной? И учитывая беспрецедентность ситуации, я подозреваю, что признания одной Войоб может быть недостаточно. Нам придется заручиться признанием всех шести Войоб. Я не знаю, тут нужны знания, которых у меня нет. Нам нужен консультант, который досконально знает все о царстве ночи и Войобах. Первая, кто приходит на ум, это Ситлали, или как мы ее называем, Бабушка Ицтли, из Повелителей Ночного Ветра. О, мы уже слышали о ней, мы же использовали ее Камень Духов, чтобы найти древнее имя Качины. Человек способный на такое впечатляет, Спаймон уверен, что она сможет помочь. Правда, она уже в возрасте и довольно странная. Ее трудно застать, ведь она почти всегда запирается у себя в комнате и не любит, когда ее беспокоят. Говорят, чтобы получить от нее помощь, нужно запастись терпением и знать, как ее задобрить в нужный момент. Ох, я боюсь. Она нам не обрадуется. Что? Почему? Ведь она уже помогла нам, и даже Качина удалось спасти. Да, ну Камень Духов, ну, мы раскололи его пополам. О, нет, что? Отлично. Ма-ву-ика. Мы уже начали, не с того. В таком случае, вам, пожалуй, остается только напомнить, что это важное поручение Пера Архонта. Надеюсь, Ситлали все еще уважает ее. Я напишу письмо от нашего имени, если найдете кого-то, кто сможет его доставить и замолвить за вас словечко, думаю, это поможет. А может, попросим-ка Кинича доставить письмо? Он уже знает свою ситуацию, и бабушка Ицтли ему знакома. Пайма надеется, что Ахав не помешает ему и в самый неподходящий момент. Ладно, Кинич опытный переговорщик. Думаю, он найдет правильные слова. Отлично, тогда я свяжусь с ним прямо сейчас. Дайте мне немного времени, чтобы написать письмо, а встретимся у статуи семьи Архонта позже. Да хорошо, мы пока прогуляемся. Так, а как у нас саданит называется? Благородные имена, да? О-о-о! Не лучший вариант. Спустя время подходит Кинич. Рад снова вас видеть. Качина все мне рассказала, я доставлю письмо по велетелям ночного ветра и постараюсь уговорить Ситлали дать вам шанс. Заодно объясню, что случилось с Камнем Духов, и лично извинюсь перед ней. Прости, Кинич, что происходит, нам приходится тебя напрягать, но ты, похоже, единственный, кто может с ней нам поладить. Ничего страшного, все мы работаем на благо плана пира Архонта, а каждый понимает, насколько все серьезно. Так, значит, Качина и путешественница тоже в курсе? Да, потому что мы видели, как герой прошлого появился прямо у нас на глазах, а потом Муалани сказал, что ее буквально захлестнула волна знаний и воспоминаний. Пира Архонт все объяснила, когда мы вернулись из Царства Ночи, в том числе, почему появился этот герой и что происходит в Царстве Ночи? Верно, но она говорила, что есть шесть героев и что Шиланен одна из четырех, которых уже признали. Ну, растэнк, думаю, нет смысла скрывать что-то друг от друга, когда рядом с друзья, это, пожалуй, лучшая поддержка в столь мрачной ситуации. Еще кое-что. Мы, кажется, выяснили, что кто спас Капитана на стадионе Священного Пламени. Его зовут Ророн, он тоже из Повелителей Ночного Ветра, но большую часть жизни прожил в одиночестве вдали от племени, поэтому никто не заметил его исчезновения к тому времени, как Ситлали поняла, что он пропал, его уже давно никто не видел. Что, Ситлали тоже его знает? Да, он сирота, которого воспитал вождь Повелителей Ночного Ветра, и многие добрые люди из его племени. Но у него всегда была какая-то странная репутация. Странно, говоришь? Да, уж и считывая, что Повелители Ночного Ветра любят говорить о снах и откровениях, они и так кажутся большинству странными. Сама я не встречала его, но если даже они считают его странным, то он, наверное, точно не от мира сего. Да, они с Ситлали в этом плане похожи, поэтому и находят общий язык. Логично, но Паймон все равно непонятно, как Ситлали могла первой заметить, что Арарон пропал, если она все время сидит в своей комнате. Мы до сих пор не знаем, сам ли он примкнул к Фатуе или его заставили. Ситлали, вероятно, очень хочет доказать, что Арарон не предал свой народ. Я планирую использовать его как аргумент, когда пойду говорить с ней. Если я правильно поняла, то мы можем ей найти его и Капитана. Да, если все согласны, то это будет взаимовыгодное сотрудничество, а не односторонняя просьба. Хотя я не думаю, что Ситлали откажется выполнять приказ Архонта. Да, работая с нами, она сможет сосредоточиться и не отвлекаться на Арарона. Хорошая идея. Да, тем более мы должны ей за тот случай с Камнем Духов. Отличный план, как и ожидалось от Кинича. Малипо. Оставляю письмо тебе, надеюсь, Ситлали согласится встретиться на стадионе через два дня. Ладно, я отправляюсь. Береги себя, Кинич. Я тоже пойду, надо еще кое-что собрать. Хорошо, тогда встретимся через пару дней. Дождитесь. Окей. Я не против. Раз и два. Вот часики, на самом деле, им бы, конечно, ускорить бы. Вот реально прям не хватает. Пора встретиться с Шиленон. Шиланен. Имя у него странное. Привет, Шиланен, как идут дела? Пайман, Макси Плэй, привет. Плохие новости. Ситлали не ответила на нашу просьбу, хотя и не особо удивлена. Что, она даже Киничу не ответила. Вот уж эгоистка. Да, она может быть странной, хотя и одна из самых талантливых. Даже повелителем ночного ветра трудно с ней работать. Наверное, у нее были свои причины не отвечать. Но все равно, давайте пойдем на стадион, вдруг она будет там. Если сможем поговорить лично, может что-то и получится. Верно, но пошли. Так, какая музыка? Какая музыка? Просто волшебство. Так, как мне туда попасть-то? На стадионе священного пламени Ситлали, как и следовало ожидать, не нашли. Пайман никого не видит, похоже, она и так и не придет. Ну, мы сделали все, что могли. Она нам ничего не должна. Может и правда, но это ведь все равно просьба Архонта, верно? Разве подданные не должны откликаться на зов своего Архонта? Подданные. Ну, если честно, я бы сказала, что мы скорее друзья с ним. Да, Мабуика и наш лидер, но это не значит, что между нами есть какая-то дистанция. Единственное, у нее всегда высокие ожидания. Да, это очевидно. Так что, несмотря на свою силу, она довольно простая в общении. Не то, что эта старая горога бабушка Ицли, правда? Думает, что может нас игнорировать только потому, что она знаменитость. Давайте я сейчас угадаю, пока я не видел ее лица. Я уверен, что она молодая девушка, а ее все называют бабушкой. Вы ей все говорите о ней, о каком-то величии. И она даже не ответила на наше письмо, даже если не хотела приходить, могла бы сообщить. Если старость сделает людей такими, Паймон не хочет стареть. А, правда? Значит, так ты обо мне думаешь. Я знал, я знал, знал, знал. Что? А кто это? Кто говорит с Паймон? Ай, да не обращай на меня внимания, я всего лишь обиженная старая горога, да? Расслабься, я не кусаюсь, хотя могу громко лаять. Что? Ситлали? А? Подожди, ты Ситлали, ты же бабушка. Да, Ицли. Подчеркиваю просто, Ицли без бабушки. Ты наверняка знаешь этот прием из легких романов, его часто используют. Молодой парень, который оказывается старше всех. Соседка, которая оказывается опытным бойцом. Мудрец, выглядящий как ребенок. Ай, ну хватит, не делай такое лицо. Никогда не встречали пожилую женщину, которая не выглядит на свой возраст. Это не фокус, честно. Видите? Я почти не использую макеш. Я и не знала, ее зовут бабушкой, но она на самом деле довольно молода. А ты еще жаловалась на Пера Архонта, что она не все рассказывает. Это было просто недоразумение, мы давно привыкли к этому. Паймен извиняется. Так, сколько же тебе лет на самом деле? Как ты смеешь? Разве ты не знаешь, что спрашивать у женщины о ее возрасте невежливо? Паймен не хотела обидеть. У тебя такой необычный случай? Паймен хотел извиниться, но теперь только хуже сделала. Да, Паймен немного рассердилась, потому что подумала, что ты нас игнорируешь. Это была моя идея, пригласить тебя сюда, Светларию. Так что, если сердишься, вини меня. Ладно, я пошутила. Не хотите... Не хотел никого ругать. Давайте не будем все это так серьезно воспринимать, а то я уже сама неловко себя чувствую. Я получила письмо от Киничи и собиралась прийти на эту встречу. Раз уж я решила прийти, не было смысла писать ответ с простым, поняла. В конце концов, самое важное это прийти. И все же... Логично, что люди могут задержаться по разным причинам, пока собираются выйти из дома. Честно говоря, было немного неловко видеть, что все пришли раньше меня. Но сначала я хотела подкрасться тихонько, но раз уж вы все здесь меня ждали, я стала думать, как бы извиниться. А потом услышала, как вы меня обсуждаете. Ах, боже мой. Ну, в общем-то, вот так все и было. В общем-то, я даже не обязана была вам все это объяснить. Снять. Что это за выражение лица у нее? Неужели ей стыдно? Она ждет, чтобы мы продолжили разговор. Все, что она говорит, похоже на шутку. Не знаю, стоит ли смеяться. Это будет грубо или, наоборот, не смеяться еще грубее. Повелители ночного ветра говорят, что с ней трудно общаться. Интересно, взаимно ли это? Кажется, она сама по себе тоже довольно неловкая. Все, что она делает и говорит, выглядит немного натянуто. Да, в общем, Шелонин, я слышала, что тебе нужна моя помощь в создании древнего имени. Верно. Ситуация невероятно сложная. Позволь объяснить. Шелонин рассказывает до просьбы Пера Архонта и трудностях, с которыми пришлось ей столкнуться. Понятно, значит, Мабуика попросил у тебя создать древнее имя для чужеземки. Это беспрецедентная задача. И вы уже слышали об Рароне. Могу сказать, что он всегда был хорошим парнем. Не думаю, что он добровольно присоединился к Фатуе. Скорее всего, его как-то заставили. Мы узнаем это, как только найдем его. Да, вот о чем мы хотели тебя попросить. Мы поможем вернуть его. Если ты поможешь нам решить проблему с созданием древнего имени. Как тебе такое предложение? Наверное, пока буду звать тебя Макси Плей. Подойди сюда. Дай, я тебя рассмотрю. Да что там меня рассматривать? Ух ты. А если я скипнул бы, вот этого я не увидел бы, да? Богатство порождает нескончаемые конфликты среди людей. Но только ты возвышаешься над ценностью золота. Грозные молнии, яростные волны вселяют страх в сердце смертных. Но ты снова и снова идешь против них, чтобы найти новые миры. Ох, утомленная, но свободная душа. Даже самый зеленый лист в лесу будет молиться о твоем счастье и безопасном пути. Прости, что это значит. Да все это я увидела в тебе. Но тебе довелось пройти через многое. Больше, чем могли бы мечтать многие смертные. У тебя сердце настоящего героя, и ты готова поднять факел над головой и идти до встречи ночи. Не двигайся, здесь что-то есть. Что там такое? Не пугай, Пайман с путешественницей. Все будет хорошо? Ух ты. Да все в порядке, ты только что вернулась из царства ночи. На тебе остались фрагменты душ. Я их уже очистила, так что не переживай. Ооо, и это же почти как часть призрака вернулась вместе с тобой. Да нет, ничего серьезного. В лучшем случае это могло бы немного спутать твои мысли и спуртить настроение. В таком случае лучше от этого избавиться. Спасибо. Пара пустяков. Шелонена, пусть будет по-твоему. Когда вы вернете Арарона, я отведу тебя к владыке ночи. Владыка ночи. Разве нам не нужно поговорить с воебами племен? Это выходит из рамки их полномочий. Только владыка ночи может решить владыка. Можно ли даровать древнее имя тому, кто не из наших земель? Владыка ночи древняя сущность, правящая всем царством ночи, которая постоянно заимствует силу священного пламени, чтобы сражаться с разложением, исходящим из бездны. А значит она даже сильнее воебов племен. Но это логично, ведь она владыка всего царства ночи. Да не совсем так. Дело не в том, кто сильнее. Ай ладно, это не важно, объяснять слишком долго. Слушай, внимательно, владыка ночи сейчас в глубоком сне. И мы можем общаться с ее сознанием только в состоянии гипноза. Иными словами, во сне. Но для проведения церемонии, чтобы достичь состояния гипноза, мне нужно подготовить еще кое-что. Я составлю список, кто-нибудь из вас может достать все необходимое? Я могу пойти. Список, наверное, будет длинным, так что лучше поручить это кому-то, кто знает всех местных торговцев. Отлично, тогда мы с ее истлали отправимся на поиски этого Ророна. С Фатой шутки плохи, так что будьте осторожны во время расследования. Если понадобится помощь, приходите ко мне. Конечно, мы будем осторожны. Ладно, пора поймать этого парня и вернуть обратно. Извините, что заставило вас ждать. На самом деле, я решила заглянуть в дом Ророна, чтобы поискать улики. Он всегда жил один, я нашла разбитый кувшин в его доме. И что-то было не так с его флогистауновым тлями. Видимо, их хозяина давно не было дома. И что интересно, в доме я заметила следы от порезов, которые не соответствовали ни одному из типов нашего местного оружия. Я думаю, это были следы оружия и снежный. А, похоже, Фатуи ворвались в его дом и взяли его в заложники. Но зачем им похищать парня, который живет в деревне и разводит тлю? Ему всего двадцать с небольшим, что им от него нужно? Нет, это не значит, что я считаю его полностью невиновным. Раз его единственного похитили из всего Натлана, он, должно быть, сделал что-то, чтобы привлечь их внимание. В любом случае, мы выясним все, как только вернем его обратно. Мне очень жаль, что я вовлекла вас в это. Но, пожалуйста, помогите мне вернуть его. Навсегда мы готовы. Ладно, давайте начнем с того места, где он был замечен в последний раз. Ух ты, благородные имена, ребят. И новое задание. Куда уходит дым? Оси. Слушайте, Оси такой, прям, смотрите, прям старичок. Свеженький, я бы сказал. Ладно, ребят, мы продолжим. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok